всем привет давненько уже не выходил на связь уже даже и не помню что я вам показывал что нет насколько я помню обделывал гипсокартоном я эту комнату как видно комната у нас немножко по прибавилось ну и стен немножко по прибавилось осталось отделить единство комнаты это у нас туалет будет хотела сделать его отдельно туалет отдельно коморку но по размерам немножко не получается коморка маленькая довольно таки поэтому решили что будет туалет но и здесь будет с шкафами у нас большими будет как туалет коморка не знаю насколько это удобно насколько это логично ну решили сделать так в эту комнату уже поставил дверь все потому что в этой комнате уже практически ремонт весь доделали осталось обналичку здесь делать эти уголки на окна где-то плинтус приделать здесь и здесь потому что видны соединения на обоях ну и самое главное поставить розетки и выключатели единственный выключатель стоит на свет и все остальные даже еще не повырезал вот единственно вырезал под розетки здесь виден шкаф купе уже поставили в комнате и постелили линолеум по шкафу встал он довольно таки сюда хорошо хотя шкаф мы сюда не покупали нам его просто напросто отдали стоял у людей в квартире кстати привет стоял у людей в квартире они сделали ремонт поставили себе другой шкаф этот шкаф у них валялся около пяти лет в гараже и у них стоял выбор или выбросить его или чтобы мы его забрали но мы его забрали за бесплатно и такой шкаф прекрасен хотя он довольно таки хороший качественный никакого износа в нем нет поставили встал как родной как раз я сделал здесь специальную сделал от стены до двери специальный проем сюда я и планировал устанавливать шкаф купе планировал его конечно сделать чтобы он до конца был но сюда сейчас станет кроватка маленькая понадобится нам как раз она сюда войдет и все будет четко ну и шкаф встал довольно таки хорошо да и по линолеуму такой нюанс ширина комнаты у нас 4.10 длина комнаты у нас 4.40 получается размеры у линолеума шириной который он продается погонными метрами идет три три с половиной четыре а четыре с половиной нету идет сразу пять и 5-метровых линолеумов не так уж и много вариантов чтобы выбрать из них потому что даже самых крупных строительных магазинов где довольно таки обширный ассортимент линолеумов там пятиметровых три четыре штуки и все но это как-то богатых рассветок нету выбирая из того что есть и плюс тому же вот он уложен 4.40 и 60 сантиметров у нас отрезается лишними 60 почти на 4 ну сколько почти три с половиной не почти 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 четыре квадратных метрах просто-напросто выкидываются один метр квадратный стоит 900 рублей ну блин довольно таки много денег ушло только на обрезание на это все к сожалению та комната соседняя у нас намного больше там она идет 480 и как раз пятиметровый этот рулон у нас ляжет практически без подрезания все четко но в этой комнате получился довольно таки большие обрезки и блин он 410 вроде да можно там где-то дошить но этот отрезок же надо опять же купить короче проблемы одни проблемы но ничего пришлось купить такой рулон обрезать и все легло довольно таки хорошо на все на это ушло 30 тысяч на обои на линолеум на откосы на окна вроде все по мелочи а денег уходит довольно таки много ну а так в целом комната уже готова и здесь можно жить таким же образом планирую сделать повторить и на этой комнате на эту комнате тренировался на этой комнате буду показывать все вам как я это делаю конечно может что делала неправильно но все равно покажу кто мне это запретит сейчас немножко заштрабил замазал чтобы где были провода у меня проведены конечно неправильно надо было здесь поверху их провести и там вывести но на это не было времени по-быстрому все зашили и в итоге провода пришлось тянуть здесь по стене горизонтально не особо правильно но кто меня запретить так сделать сейчас сливаю батарею потому что надо будет все загрунтовать и зашпаклевать все из-за батареи и все в единой плоскости чтобы у нас было вот у нас год отработала теплоноситель теплоноситель абсолютно прозрачный и абсолютно розовый все потому что в теплые полы заливал незамерзайку незамерзайка была такого красного цвета промывать этот незамерзайку вымывать не стал поставил радиаторы и просто добавил до воды получилось смесь незамерзайки с обычной водой но вот такого вот она розового цвета но как видно никакой ржавчины и никакой муки ничего нету хотя есть в кофе черный металл и первичное кольцо у меня на черном металле сделано значит ничего пока не ржавеет сейчас в этой комнате нам будет зашпаклевать стены и заделать все швы на гипсокартоне далее на подходе будет у нас эта комната здесь сейчас нет цвета лампочку я отсюда убрал здесь в принципе сделано все то же самое все зашито гипсокартоном провода уже проведены под выключатели под все там что бы сделано где будет стоять выключателя розетки но это будет комната у нас следующая но здесь надо делать потолок набить рейки набить гипсокартон гипсокартона еще осталось довольно таки много в общем итоге вроде считал останется еще лишних четыре листа но в принципе я так и заказывал что останется немного лишнего про запас что потом один лист сюда не вести сейчас досливаю теплоноситель с батареи сниму ее и буду все дело заливать грунтовкой чтобы шпаклевать нормально стены потому что это штукатурка довольно таки сильно впитывает и быстро шпаклевка начинает застывать становиться жесткой а когда всю грунтовку обрабатываешь и потом шпаклевочка можно нормально все дело это работать поэтому желательно сначала прогрунтовать а потом шпаклевать стены так-то они ровные все ровно вот такие вот неровности где добавлял тут домазывал какие-то шероховатости вот видно потому что я на чистовую прям сегодня издирал делал чтобы все было ровности на а потом шпаклевочкой все это дело домазывает шпаклевки уходит не очень много там один мешок 25 килограммовый уходит примерно вот на этот этаж у меня уйдет один мешок всего довольно таки экономично и так убрал себя в комнате полностью все повыносил потому что как показала практика если даже какая-то небольшая мебель в комнате стоит то она очень сильно мешается поэтому вынес отсюда абсолютно все гипсокартон который здесь лежал перенес его в ту часть дома зараза вот на это уходит довольно таки много времени перетаскивание уборка подметание амблен потому что изначально гипсокартон этот лежал здесь потом он мешался чтобы произвести эту стенку я его перетащил сюда сейчас вам мешается мне здесь я его перенес сюда в дальнейшем он не будет мешаться здесь потому что она будет обделывать здесь все я его перенесу опять в другую сторону хранить его может только горизонтально вертикально не поставишь потому что моментально начнет искривляться вот много времени и сил уходит только на перетаскивание прошелся шпателем большим ровным по стене подрезал все хохорюшки и все это дело про пылесосил более-менее чисто стало на полу это делать не обязательно но все равно когда в комнате чисто пропылесошено без пыли без грязи работа здесь намного удобнее и приятнее и вот и один аппарат про который можно сказать когда его нет он нам нафиг не нужен но когда он появляется думаешь как я жил без него раньше строительный пылесос блин ну нужная штука особенно на этапе чистовых уже таких работ потому что если метелка сейчас прошелся бы здесь часа два бы уже стоял еще туман и всякой разной пыли не дышать здесь невозможно было и плюс работать с инструментом подключаешь его с функцией подключения инструмента подключаешь работаешь не пыли ничего замечательно не рекламирую данную марку просто рекламирую что пылесос в доме во время стройки просто-напросто обязательный без него довольно таки туго сейчас буду обрабатывать все стены грунтовкой опять же обрабатывать буду с помощью краскопульта да это краскопульт но пользовался им познать по назначению всего один раз и то когда красил туалет все остальное время он обрабатывает дерево всякими разными пропитками или обрабатывать стены грунтовкой а потому что им обрабатывать получается быстро и все качественно и так системы были огрантованы и зашпаклеваны прошло уже несколько дней и грунтовка лишь поклевка все высохло на этой стене видно что она немножко пятнистая потому что использовал другую шпаклевку да и в этой части немножко пришлось доделать потому что получилось сильно неровно возле выводов на радиатор сейчас шпаклевал затру все это дело и будет более-менее ровно да и я не делал прям такую финишную прям финишную под покраску есть небольшие нюансы там по этой стене по шпаклевке но когда наклеится обои всего этого видно не будет главное чтобы больших перепадов не было больше ширковатости не было ну а так под обоями сойдет и к сожалению немножко я прогадал раньше пользовался я вот волма шелк довольно хорошая шпаклевка финишная мягкая такая наносится хорошо но в другом магазине пока заехал другой магазин такой именно шпаклевки не было волны купил кнауф фуген называется шпаклевка универсальная шпаклевка гипсовая универсальная также и это только это финишная но это универсальная думаю ладно бог с ним купил только у этой шпаклевки время использования раствора 100 минут а у этой написано 30 но зараза начинает густеть уже после 15 минут после замешивания 15-20 минут и она уже нас начинает затвердевать да прогадала немножко придется все-таки волму докупать чтобы остальные стены зашпаклевывать потому что с помощью этой не вариант зараза но да ладно на ошибках учимся теперь необходимо заделать швы но прошло уже это будет разговор отдельного видео да и про скажем отопление то что поставил отопление запустил отопление можно работать зимой и это очень сильно форсирует стройку потому что она все это уходит очень много времени а загрунтовал сутки подождал чтоб высохла зашпаклевал сутки подождал что высохла вроде тут работы немного но много времени уходит на все это дело чтобы высохла затвердела и настоялась потому что даже вот швы если швов немного в комнате но чтобы их заделать необходимо три дня вроде работаешь немного, но долго ждешь, пока все это застынет. Вот такие дела. Ну, а на этом у меня все. Всем пока.